добрый день дорогие друзья сегодня 20 мая и мы снова с вами в прямом эфире и посмотрим на последние вот изменения на финансовых рынках конечно много новостей сейчас идет очень и когда я делал презентацию для сегодняшнего видео просто накопилось огромное количество новой полезной информации я постарался и немножко отсортировать но все равно получилось достаточно много потому что много событий вот происходит сегодня мы с вами поговорим о новой вакцине ну точнее не новой вакцине новом оптимизме которая сейчас ложилась на рынка на рынке из-за еще одного удачного эксперимента с вакциной это уже достаточно такая серьезная заявочка даже побольше чем модерна вот связи с этим мы посмотрим какие последствия карантина и действительно ли вакцина сможет ли вот поддержать этот оптимизм дальше посмотрим дорог дорогой ли рынок сейчас акции или нет правы ли те которые ждут вторую волну или же все-таки надо все продавать и покупать акции подешевевшие также мы с вами потом посмотрим на сланцевую нефть посмотрим последние события на рынке нефти которые происходят и после этого перейдем последней теме это выход из карантина и более подробно обсудим некоторые страны которые уже вышли из карантина и как экономическое состояние отразится на активах акциях и облигациях потом конечно мы с вами посмотрим еще на активы более подробно на нефть на золото на акции на валюты и российский рубль посмотрим почему он укрепляется и действительно ли нужно продавать доллары также посмотрим на облигации какие сейчас выпуски и что интересного в общем то такая большая повестка дня я даже не знаю успели ответить на какие-либо вопросы если они появятся задавайте в чате да напишите все ли хорошо видно потому что у меня пишет что медленный видео поток поэтому я не знаю там все ли могли подключиться но напишите все ли хорошо видно и слышно хорошо вот окей сейчас я тогда кратко пока проверим связь потому что пишет у меня что-то видео поток медленный хотя вроде бы все зелененькое горит ну ладно посмотрим прямой эфир есть прямой эфир а для тех кто только подключился или же еще подключается также будет смотреть записи это инвестиция и факты программа 69 выпуск и мы с вами вот прямом эфире обсудим несколько тем потом посмотрим на активы с вами виктор серчиня и так поехали первое что мы можем видеть что банды россии в этом месяце плюсу достаточно хорошо это конечно связано с восстановлением нефти и об этом мы более подробно поговорим вот так же мы видим российский рубль чуть ли не лидер сейчас по укреплению 4 процента это конечно немного и он при неблагоприятном сценарии намного быстрее девальвируется но в общем то факты есть нефть восстанавливается как мы видим бренд тридцать шесть процентов роста после сильного падения а w вообще 52 по индексам вот так таким фоном мы уходим на наши темы и так первая тема дня которую мы сегодня с вами рассмотрим состоит в новой новой вакцине да но сначала прежде чем мы перейдем на новую давайте вспомним о старой помним мы оптимизм в понедельник как раз я был с вами прямом эфире и компания модерна выпустила заявление о том что очень близко к тому чтобы пойти на следующую стадию эксперимента с вакциной против ковид-19 это вызвал такой бурный оптимизм который в общем-то сохраняется и по сей день а сегодня вторая компания и новую выпустила также заявление в котором она подтверждает что удачно также проходят испытания и в общем то это даже еще более серьезно почему потому что она публиковала конкретный отчет в журнале нейча в журнале нейча я даже сейчас попробую вам показать его сейчас если получится давайте попробуем значит журнале нейча да вот вот этот отчет мы видим испытания то есть это пока еще кандидаты да мы понимаем что все вакцины до кандидаты но нейча это достаточно авторитетный журнал где публикуются разные новости из разных так сказать исследований и мы видим что вот и но ай н о 48 2 0 так называется эта вакцина уже прошла достаточно много испытаний не буду я тут подробности я скину эту статью ссылку в описании вы можете более детально да но видите это уже научные сведения испытаниях и мы видим что вот тут очень много диаграмм которых конечно не посвященному человеку сложно достаточно будет но если вас эта тема интересует более подробно то мы видим вот видите тут позитивные тенденции вакцины вы можете с этим ознакомиться более спокойном режиме вот и это вызвало большой оптимизм большой оптимизм на рынке снова и давайте вспомним я хотел вам напомнить тогда что мы говорили об этом еще феврале о многих так сказать акциях которые могут выстрелить и и новую было тоже в этом списке вот ссылку да в описании мы еще раз дадим а давайте вспомним сейчас тогда еще раз есть специальное видео на канале но давайте еще раз значит кто у нас вообще сейчас кандидаты на вакцины модерны это номер один они мы говорили не будем останавливаться потом еще не названная санафи глазка смит клайн да это французским и там есть даже проблема некоторая появилась что французские власти не хотят чтобы это вакцина шла на американский рынок а именно так планировалось и даже есть некоторое обострение что на национальном уровне она должна прежде всего первых кто должен получить это французы 600 миллионов доз планируется выпускать вот но это пока только планы следующая компания beyond тех файзер да это крупнейший производитель нового бакс империал колледж лондон это уже не компания это уже как бы колледж соответственно оксфордский университет с астрозенникой производит на испытания тоже вот но что касается компании на которых можно заработать то это конечно еще джонсон и джонсон и и новая фармацевтикал то компанию которую мы сегодня и с вами услышали до новости это достаточно маленькая компания она экспериментальная но очень хорошо и быстро продвигается поэтому обратите внимание на нее хотя может быть уже даже поздно надо было обращать внимание еще раньше но посмотрите видео вот а мы перейдем более к серьезным вещам более глобальным нежели просто какая-то одна компания мы перейдем вообще что творится с этим оптимизмом акции выросли да ну конечно еще не достигли того уровня на которой они должны быть но в общем посмотрим что сейчас во первых мы знаем что в америке количество случаев больше всего давайте сначала перейдем все таки на страну посмотрим да мы видим что америка около полтора миллионов случаев ковид 19 и 90 тысяч смертей это более чем любой другой стране мира и хотя в россии тоже достаточно много случаев но вот очень низкая смертность что некоторых ввергает такой шок хотя если посмотреть то по германии то там тоже не так уж и много до смертей поэтому возможно вот эта идея что прививка от туберкулеза помогает странам бывшего союза на действительно имеет основание говорить о вот такой низкой смертности вот но мы видим что америка более всего пострадала и там еще карантин не снят в отличие от европы поэтому давайте перейдем на крупнейшую страну экономику мира и посмотрим вот мы видим что трамп объявляет такое сказать чрезвычайное положение и сразу трафик в метро да это нью-йоркское метро падает и как мы видим сейчас три с половиной миллиона только и уже четыре недели вот пытается небольшой рост быть но в общем то все равно количество упала в 10 раз да вот и сейчас американская экономика как крупнейшая в мире уходит большую большую рецессию и вчера вот выступал фрс пауэлл и говорил что нужно еще наверное новые стимулирование новые 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 стимулирования и вот это именно ситуация и подстегнула первые вот эту волну роста именно стимулирование а также сейчас вторая вот такая оптимизм это вакцина вы видите на нашем индексе настроений что сейчас он уходит в плюс до постепенно по акциям нарастает ну да потом давайте чтобы не переходить вот и это все говорит о некотором оптимизме но насколько он долгосрочен вот этот оптимизм насчет вакцины во первых мы видим что сейчас государственные банды сша резко падают в доходности да и долг федеральный уже сейчас сто шесть процентов да мы видим вот после кризиса восьмого девятого года американская экономика не восстановилась и поэтому акции сейчас новым стимулированием с одной стороны они стараются расти но с другой стороны возникают большие проблемы в банках в банках почему в банках мы видим видите минус 40 процентов с начала года хотя и спи уже минус 9 да то есть вышел уже в такой более спокойный режим вот потому что и проблемы остаются да и насколько дорог сейчас дорогие акции давайте вот разберемся и банки как вы видите торгуются с большим дисконтом почему не покупают крупные фонды давайте смотреть сейчас плюсы минусы значит первое что мы можем видеть сторонники покупки акций говорят о том что сейчас акции достаточно дешево потому что если посмотреть денежную массу и так называемые деньги с нулевым значением и по этим показателям увидим достаточно подешевели но как мы видим это уже происходит в течение 10 лет они являются дешевыми и мы видели этот бум вот будет ли такая же проблема в девяносто пятом году как было девяносто пятом году конечно посмотрим из других всех вещей которые вот я смотрел за эти дни я не видел более позитивных сигналов и чем вот просто то что с тем что в качестве денег нужно покупать акции на всю катушку так сказать еще интересный момент мы видим что именно акции растут почему потому что растут технологический сектор если мы возьмем так называемый фанк плюс индекс то он только три и шесть процентов от хая да то есть исторического хая который был достигнут вот это тоже может напрягать почему почему потому что к примеру price sales у таких компаний как зум все знают сейчас а в зуме больше 32 лет да то есть это 32 выручки компании то есть это никогда она не войдет в прибыль то есть очень перегрет именно айтисе сегмент вот это одна одна лишь вещь которая как бы сейчас напрягает а теперь давайте посмотрим на факты просто поразмышляете первое мы видим вчера рекорд достигнут был по акциям которые в плюсе на то есть это разница между плюсом и минусом и это рекордное значение и почему как бы это этот оптимизм пугающий пугающий оптимизм потому что это долго не может быть то есть покупает все и это большая проблема вот эта проблема номер один второе мы видим что акции которые такие более серьезные более тяжелые сейчас индекс это также вырос на значение как был восьмом девятом году вот это тоже показывает что рынок чересчур оптимистичен третий момент отношение price earnings те кто говорят что сейчас дешевые акции посмотрите на соотношение price earnings потому что прибыль компании явно будет падать сейчас достиг ну пика за как как не был 20 лет на то есть акции сейчас самые дорогие за 20 лет пока ситуация вот такая напряженность прибылью акции сейчас самые дорогие за 20 лет следующий момент мы видим что когда была продажа большие достаточно объемы были сейчас объемы достаточно низкие то есть не сравнить с теми объемы которые продавались поэтому они только вот сейчас начинают восстанавливаться но еще далеко до восстановления это тоже также говорит о том что активность нарастает но на не очень еще достаточно то есть активных денег еще на рынке нет следующий момент если мы посмотрим на соотношение акций которые быстро растущие также вылью да то есть growth и вы ли это всегда такая борьба да идет то мы видим сейчас этот оптимизм настолько высокие что мы достигли предкризисного уровня и это тоже говорит о том что вот акции серьезные да люди недооценивают ситуации возможно мы пойдем конечно достаточно тяжелые может года вот поэтому это тоже некоторый индикатор то есть вот это growth growth value индикатор также показывает неблагоприятную ситуацию и интересный еще момент об этом я уже говорил несколько раз но еще вот свежие данные показывают что сейчас рекордное количество мелких трейдеров открыли бычьи аукционы рекордная да как мы видим рекорд только 14 февраля вот был такая же похожая цифра перед падением кстати вот и сейчас еще больше стала да то есть именно мелкие инвесторы мелкие трейдеры с оптимизмом смотрят да ай-яй-яй ай-яй потому что более серьезные трейдеры они немножко осторожничают еще один вот сколько тут моментов таких фактов и потом подумайте спокойно посидите над этими графиками можете посмотреть значит если мы с 1 соотношение опционов put и call может быть тяжело для вас над профессионально конечно но попроще невозможно и тут только такие факты мы видим сейчас мы пришли на уровень 15 14 февраля именно когда вот эти мелкие инвесторы в таком оптимизме были да и мы сейчас приходим на такой же уровень перед падением как вы видите спи было в таком же состоянии перед падением поэтому все эти вещи о которых я говорил говорят о достаточно напряженном ресурсе и нужно ли покупать подешевевшие акции газпрома там сбербанка или других каких-то нефтянка это достаточно серьезный вопрос поэтому подумайте краткосрочно как я говорил можно но долгосрочно очень много моментов вот ну а единственный плюс вот как я еще раз скажу это индикатор денег нулевого срока который сейчас ниже но он был уже 10 лет ниже это единственное что можно сказать в плюсе поэтому вакцина вакциной но факт том что сейчас именно мелкие инвесторы покупают вот и открывают опционы наверх говорит о том что рынок очень сложный поэтому будьте осторожны вот вы можете покупать нефтянку и все другое ну просто будьте осторожны вот эти факты посмотрите и переходим мы плавно на вторую тему вторая тема это сланцевая сланцевая нефть и в общем все что связано с нефтью значит первое что я хочу вам показать данные по отчету именно в регионе америки вниз да вы знаете что там есть несколько несколько вот регионов где добывается нефть на пермский бассейн это как раз там где добывается больше всего именно сланцевой нефти и мы получаем уже первые такие серьезные отчеты что компании сокращают добычу там где-то на полтора миллиона баррелей нефти соответственно может меньше добываться в этих регионах вот значит эта информация получена из отчета энергетического энергетического агентства сша да потом вы можете посмотреть и видите даже прогноз на июнь это на 200 тысяч баррелей меньше именно в пермском бассейне идет самое большое сокращение там где добывается сланцевая нефть поэтому некоторые цели которые ставили когда договорить не договорились садовской аравии америка чтобы убить сланцевиков вот сейчас она испытывает себя на прочность да вот но нужно понимать что сланцевики и очень подвижны и при восстановлении цены выше 40 они снова будут добывать больше и это касается также и канадской нефти которая ушла сейчас немножко с рынка она самая дорогая вот и поэтому очень очень сейчас мы подходим к ответственному моменту когда цена вот начала расти и мы подходим снова к 40 долларов вот что касается стабильности на нефтяном рынке то мы видим что наклон августовских опционов дельта да она росла после начала войны и потом когда мы увидели фьючерсы ниже нуля мы практически достигли 60 70 процентов то сейчас мы пришли уже на так сказать нормальный уровень вот это говорит о том что рынок успокоился но давайте посмотрим на данные что там с данными если мы увидим вот сколько сократили сейчас фактически до страны то где-то около 12 миллионов баррелей сейчас ушло с рынка сколько реально по по некоторым данным да которые мы получаем сколько реально на рынке нефти лишний да мы видим что где-то около 17 миллионов то есть где-то около 5000 поэтому сейчас пока еще не сильно много сократили до чтобы вот достичь баланса такого но мы видим страны действительно выполнять свои условия это позитив поэтому конечно нефть и растет и вот я собрал специально несколько ну нефтяные акции и мы видим что допустим аромка саудовская аравия первое вышло уже позитивную зону акции да то есть они торговались так еще до начала вот этой всего конфликта на то есть они первые восстановились и соответственно некоторые компании которые не сократили дивиденды также такую достаточно позитивную динамику но посмотрите внимательно что мы где-то уже около двух месяцев находимся приблизительно одном уровне почему потому что по-любому объем добычи будет уменьшаться у нефтяных компаний и это конечно ударит по их выручки поэтому не думайте что сейчас супер дешевые нефтяные компании я бы об этом пока говорить ну не стал что касается фьючерсов будет и дальнейший рост 40 то мы помним было уже минус 40 до и сейчас вот мы восстанавливаемся до но в начале года я напомню что было цена 60 цена 40 это уже хорошая цена когда нужно снова возобновлять добычу поэтому и сланцевики о которых которых ранее и канадские тяжелые нефтяные пешки уже думают об открытии новых скважин снова начинать бурение и те которые законсервированы на момент снова открываться это может произойти уже второй половине года поэтому нефть конечно не надо чтобы она росла выше 40 если добиться вот чтобы ну какая-то проблема была сланцевиков почему это уже говорит о том что рынок стабилизировался потому что мы уже спред одну двух один два месяца который вот был в апреле очень тяжелый из-за того что думали что не не хватит месторождения этих не хватит места куда складывать нефть то сейчас мы пришли уже в норму она уже около нуля поэтому в общем-то ситуация стать становится более стабильной вот но нефтеперерабатывающие заводы да в отличие от нефти конечно еще страдают и вы видите отрицательный уровень сейчас маржа нефтеперерабатывающих заводов пример сингапуре самая низкая вот с 2008 года все-таки она остается поэтому не все так спокойно да вот конечно если позитивные моменты даже для рынка газа он также начинает падать потому что сланцевики и закрывают и там газовое месторождение вот поэтому в общем то мы видим такой глобальный сейчас глобальная тенденция по снижению объема добычи и нефти и газа но самое главное гэп который вот я говорил он пока еще не закрыт да и вирус вот этот оптимизм насчет вакцины он тоже может угаснуть потому что сейчас самый главный вопрос вторая волна и будет ли изменен вот этот геном геном вируса то и те вакцины которые сейчас разрываться они просто могут ну быть не актуальны на поэтому в общем то мы уже с вами восстановились по нефти но вопрос дальнейший очень очень тяжелый да еще вспомните что сейчас начинается сезон ураганов и вот сейчас циклон правда не в америке в индии наступает такой достаточно серьезным такого давно не было стихийного бедствия да как вот видите карту со спутником циклон амфан да он настигает индию это тоже приведет к некоторому уменьшению спроса на бензин но это краткосрочно но в американском регионе все циклоны и ураганы приводят к росту цен на нефть то это тоже плюс будет для слонцевиков поэтому если в общем подвести итог вот второй теме то мы можем сказать что слонцевики пока живут и благоденствует все хорошо потому что нефть начинает восстанавливаться для них благоприятно поэтому о смерти слонцевиков пока говорить преждевременно и мы можем столкнуться с долгосрочной такой тенденцию проблем на нефтяном рынке поэтому вот такая вторая тема и третья тема перейдем это восстановление экономик я также немножко уделю времени этому потому что это сейчас очень важно понять как быстро восстанавливаемся мы и насколько какие страны как себя ведут после карантина первое что я хотел бы вам показать это насколько в каких странах были закрыты школы или или еще закрыты да мы возьмем сначала года и до 31 мая прогнозы кто мы видим что в гонконге более всего дети не ходили школу также достаточно долгое время в китае вот и в сша как мы видим ну не так сильно была проблема да поэтому азия как мы видим делает все чтобы распространение коронавируса не было и это как бы впечатляет да и поэтому они первые восстановились но вот сколько они так протянут сказать тяжело вот вы видите к примеру фотографии как открываются школы в гонконге да и там сканируют каждого человека который подходит вот везде тепловизор и так далее вот поэтому китай и гонконг и другие страны восстанавливаются достаточно спокойно и хорошо но очень очень ограничения есть повод этому социальную дистанцируем что происходит в европе давайте посмотрим первое что мы видим что европа в отличие от многих стран очень разноплановая да если мы видим в америке более так помощь распределяется равномерно то в европе она не так равномерно распределяется 51 процент помощи это германия да из 2 триллионов евро 51 процент это германия потом франция как мы видим и италия другие страны получают ну до трех процентов да вот поэтому восстановление экономики европы может быть под серьезным вопросом вот из-за того что некоторые стран такие как германия франция могут быстро становиться у другие уже проблемы вот это вот вы видите помощь 50 процентов забирает германия франция италия все другие страны по сообщению еврокомиссии намного меньше но как мы видим сейчас уже проводятся тесты и испания даже который сильно пострадала уже выходит так сказать в нормальный режим но посмотрим кто более быстрее всего выходит в режим это вы видите данные по ресторанам до в мире такая статистика ведется и как мы видим количество ресторанов в германии на начинает быстро восстанавливаться да и мы видим что именно германия она получает большую помощь быстрее всех начинает восстанавливаться но если более детализированно давайте посмотрим если вторая волна да потому что это многих волну если вторая волна как мы видим вот к примеру германия закрылась и количество случаев начало падать это каждый день регистрирования случаев и мы видим были открыты только некоторые магазины и в общем то ситуация все равно оставалась под контролем и уже с мая полностью открыто был полный так сказать открытие как мы видим второй волны нету все хорошо следующая страна франция тут немножко по-другому они мы видели что в апреле не так быстро открывались до не так быстро как в германии да и количество случаев достаточно стабильно было но потом полностью снят мы видим карантин был в мае месяце также и как мы видим количество случаев не увеличиваются то есть тоже все хорошо проходит во франции следующая страна италия как мы видим италия достаточно проблемная страна но тенденция по снижению количества случаев также достаточно хорошо видно и после снятия карантина какие-то вспышки были но в общем тренд сохраняется на открытии следующая испания да это самое проблемное тут мы видим методика немножко изменилась поэтому не думайте что у них тут количество случаев уменьшилось просто методика изменилась на вот так же мы видим открывается в мае изоляция да и в общем то количество случаев не увеличивается поэтому если по европе мы видим что все более-менее стабильно да поэтому это также есть такой оптимизм в россии вы знаете сегодня количество случаев уже заболевших меньше чем выздоровших это тоже позитив то есть в общем такой позитив да и вот если мы возьмем на фондовый рынок это как к этому относится то мы видим что испания наиболее дешевая страна сейчас по отношению ко всей европе но мы помним что там есть проблемы проблемы с финансированием поэтому не думайте что испанские акции это супер вложение да но если мы возьмем вообще европейский рынок то мы видим по прогнозу среднему которую дают сейчас крупнейшие банки небольшой рост ну где-то несколько процентов то есть мы видим что не ожидается восстановление на уровень перед ковид 19 да то есть это тоже говорит о том вот что крупные инвесторы не не в супер оптимизме вот об этом свидетельствуют данные которые мы видим по объему продажи регистрации точнее новых автомобилей рекордное падение почти под 80 процентов в апреле после вот 60 процентов в марте то есть экономика не восстанавливается и самая большая головная боль для всех стран это безработица это потеря но рабочих мест поэтому вот как мы видим в британии сейчас тоже резко возросло число безработных это также вызывает большие проблемы в экономике что касается россии россиям в этом году также уходит большую рецессию поэтому те кто говорят что нужно покупать рубль да это очень оптимистическое такое настроение вы не думайте как только нефть прекратит падение точнее роста все будет по-другому посмотрите на цифры по россии мы видим падение ввп будет самое большое в это ожидание на второй квартал такого падения даже не было ни в 97 году ни в двухтысячных не в 2008 года кризис когда и тем более в пятнадцатом да то есть самое сильное падение поэтому все еще только начинается не думайте что вот это все как бы уже прошло оптимизм достаточно такой быстро распыляется что делает россия россия сейчас занимает рекордные суммы на рынке и это также стимулирование которые нужно сейчас делать правда но не такого огромного масштаба как в других странах но россия опомнилась и начинает увеличивать стимулирование поэтому это возможно может быть уже поздновато конечно но все-таки позитивный момент вот и мы видим что золотовалютные резервы несмотря на все то что уже тратится деньги на стимулирование в россии не не падают а даже выросли и и тому так сказать вина именно золото который растет то что в россии большие золотовалютные резервы вот кратко пройдемся по другим странам самая сейчас большая страна где количество случаев регистрируется от бразилия но там тоже мы видим некоторый оптимизм есть на и в общем то бразильские акции всегда обгоняли другие развивающие страны и вот сейчас мы первый раз вошли в такой гэп когда бразилия наоборот хуже хуже торгуется чем вот другие страны развивающиеся мира до китай наиболее стабильной ситуации там очень важно сейчас какой прогноз даст съезд компартии который состоится в ближайшие дни это тоже хорошие ну будет индикатор индия очень большие проблемы дефицит бюджета был всегда и сейчас он может также рекордный быть поэтому также проблемы остаются в общем то если подвести вот такой итог большой то мы можем сказать что до коронавирус ковид 19 первая волна прошла все хорошо но неопределенность от этого не исчезла и в общем то нужно каждый день смотреть за новыми данными цифрами по ковид 19 чтобы так сказать вовремя соскочить если начнется вторая волна вот а цифры показывает нам что сейчас количество случаев в мире приблизительно одинаково уровне поэтому вот внимательно будем следить за развитием событий будет ли вторая волна это самый главный вопрос на текущий момент ну хорошо окей вот немножко пришлось сегодня вот так долго но я вынужден это делать почему потому что вся вот информация которых я говорил она достаточно важна так значит что мы сейчас с вами еще быстренько посмотрим активы до активы посмотрим и насколько насколько куда эти активы ушли нам за то время после понедельника когда я бы не был с вами в эфире значит первое что нефти до нефть мы видим оптимизм остается по нефти и он носит в себе сейчас такой уже достаточно фундаментальную подоплеку почему потому что сейчас как мы видим цифры по на давайте откроем индекс наш оптимизма как мы видим уже индекс оптимизма шоу плюс и те люди которые говорят что там вот нефти и акции смотрите индекс оптимизма на нашем сайте можете зарегистрироваться high system.org нажать стать клиентом и ближайшее время там будут изменения на этом сайте но пока вы можете заходить и смотреть бесплатно индекс оптимизма и вы видите что индекс оптимизма только растет и это говорит о том что цена нефти будет продолжать рост если вот такие все факторы останутся да а что толкает сейчас цену нефти это конечно поддержка экономики политика пик сокращение добычи и другие факторы которых вы можете вот читать в прямом эфире каждые четыре часа в активное торговое время выходят апдейты вот но вернемся графику и посмотрим какая цель нас ждет впереди да значит что нас ждет впереди мы видим что уровень 38 сейчас это ближайшая цель они я говорил еще раньше да по бренду и до 40 40 это вообще красная метка для нефтеиндустрии почему потому что мы видим что при 40 уже снова начнут солнцевики а также тяжелая канадская нефть выходить на рынок поэтому в общем то это будет больше проблемы чем достижение какой-то кстати вот сейчас вышли новые данные давайте вот я как раз вам покажу запасы нефти сша упали на 5 миллионов о чем я вам и говорил что в общем то уже проблемы запасов нету и это вселяет такой вот оптимизм на оптимизм на что запасы падают до в кушинге упали на рекордные 5 и 6 миллионов и вот это подтверждает вот этот оптимизм да давайте посмотрим по добыче что у нас там значит добыча сократилась на 100 миллиона 100 тысяч баррелей видите в прошлой неделе было 300 поэтому не так все оптимистично будьте осторожны американцы могут в ближайшие несколько недель если такая тенденция будет восстановление спроса даже увеличивать добычу поэтому вот эта цифра объем добычи сейчас очень важно поэтому смотрите обновление наши обновления окей значит по цели по нефти понятно все переходим на золото вот что касается золото то тут интересный момент есть давайте сейчас я вам покажу его мы вышли из такого уровня 1700 и вот сейчас очень важный момент комментарии фрс будет ли дальнейшее стимулирование что сказал паул вчера вчера он не не дал каких-то четких утверждений что будет еще больше стимулирование но сказал что те программы которые запущены до конца мая должны так сказать войти в жизнь вот и мы видим что золото розолота помогает даже резервам в россии до расти дальше и сейчас как мы видим и тф и даже на серебро продолжают такой вот как мы видим рост и это это очень как бы хорошо но основной фактор это конечно нестабильность на фондовом рынке и если мы увидим вот снова падение такое как было в марте а это вполне вероятно потому что индекс волатильности начинает стабилизироваться уже то мы снова можем увидеть продажи золота поэтому по золоту как мы видим индекс оптимизма достаточно высокий но он начинает снижаться поэтому будьте будьте осторожны в плане того что лучше сейчас такой неопределенности когда новых стимулов нет подождать вот мы видим такой вот небольшой восходящий тренд сейчас поэтому пока остаемся вот в этом оптимизме до цель 1800 остается будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий что касается акции дам что касается акции то мы видим что акции пока очень сильно не не растут да мы находимся на том же уровне где были в апреле да то есть практически 20 дней и мы пришли на тот же уровень 2950 ну там 60 может чуть больше не важно но 3000 не преодолен и этому есть фундаментальные причина которых я говорил раньше в начале передачи на поэтому единственно еще раз хочу показать что вот новая нестабильность ежедневная динамика как вы видите стабильности нету и она показывает что может развиться снова новая нестабильность до которая была вот с 15 февраля этому может послужить новые очаги коронавируса этому может подстегнуть какие-то данные о том что карантин надо снова вводить это тогда вызовет такой вот нестабильность но пока позитива больше поэтому будем оставаться вот в краткосрочных длинных позициях да кстати давайте я вам сейчас покажу кратко как пользоваться индексами оптимизма так сейчас мы лишнее по убираем да вот смотрите к примеру по акциям мы видим что допустим в 14 мая было минус 22 индекс оптимизма сейчас увеличивается да и сейчас минус 11 и мы соответственно вот вошли более в длинную позицию по доу джонсу примеру тут а и вот это так можно использовать то есть тенденция динамика динамика или по нефти вот примеру нефть как мы видим 12 мая цена была 24 доллара минус 4 был да и он каждый день увеличивался и соответственно сейчас плюс 14 и 32 доллара то есть вот заработок как вы видите плюс 8 это для тех кто говорит что как бы кто-то промыргал там движение на нефти все хорошо не переживайте лучше покупать нефть них нежели нефтяные акции сейчас которые пострадают от объема добычи вот ну хорошо вернемся к нашему графику значит цель какая цель здесь у нас уже практически достигнуто 3000 да и мы мы видим что рынок достаточно нервозно сейчас поэтому просто вакцинного оптимизма уже недостаточно для продолжения роста нужно что-то еще вот сегодня хорошие данные выходили но они тоже недостаточны перейдем на валюты значит но начну я с рубля он всех беспокоит мелких инвесторов которые любят в рубле ну во первых никогда не играйте на валютах да это неблагодарное дело всегда валюта достаточно волатильный сложный инструмент вот но по рублю выполните 73 уровень долго держался да вот сейчас мы ушли на 71 и 4 вот моменте торгуемся да если посмотреть более долгосрочно то как я бы говорил в понедельник уровень 69 30 это вот следующая такая цель вот но укрепление рубля это плохо для российской экономики поэтому как только нефть остановится начнутся быстрые продажи и мы знаем что сейчас еще плюс офезе дают позитивную такую динамику поэтому в общем то уже как мы видим укрепление на 69 30 это сейчас такая краткосрочная цель остается вот возможно есть еще один уровень 71 и 5 которые вот такой более длинные вот поэтому 71 69 это по рублю что касается но я повторяю еще что не думайте что рубль является сильным фундаментальным почему потому что экономика россии как мы видели достаточно слабо и конечно те стимулирования которые будут сейчас не помогут экономике но многие просто не переживут но перейдем на глобальные давайте посмотрим еще эти валюты стран соседей так сказать россии да значит казахский тнг российский рубль все укрепляются как мы видим но не с такой быстрой динамика как российский рубль вот украинская гривна даже стабильника так стоит вот ну тут похоже динамика не будут следовать за рублем поэтому тут никаких таких сюрпризов не должно быть а вот по евро более интересная тенденция нас интересует этот рынок более серьезнее потому что тут как бы тенденции мы видим после заявления фрс и вакцины то есть люди уходят под в риск российский рубль евро и другие вот это также видно по нашему индексу оптимизма давайте перейдем на евро валюты тут в данном случае как мы видим он начинает падать от минус 12 до минус 8 уже да то есть это говорит о каком-то оптимизм да и чем это связано ну мы видим что вакцины плюс хорошая статистика со стороны китая вот и все это да дает возможность на краткосрочном краткосрочности как мы видим покупать евро а также российский рубль то есть не думайте что мы вообще с 18 мая видим хорошую тенденцию по укреплению поэтому доллар слабеет вполне обоснованно и мы эту тенденцию так сказать поддерживаем своими действиями переходим на акт облигации на облигации значит что касается по облигациям значит по облигациям интересный момент хотел я вам тоже показать во первых сегодня было размещение размещение было британии и как мы видим что первый раз британские облигации разместились ниже нуля это очень серьезная вещь вот говорит о том что люди вы думаете они просто так покупают государственные облигации британии под 0 если они могут купить нефтяные к примеру компании нет подумайте об этом тоже да вот мы видим было размещение и ниже нуля разместились первый раз за всю историю это говорит о том же что рынок достаточно проблемные да и если вот мы посмотрим альтернативу вложиться не в государственные банды в какие-то другие компании я выбрал примеру бренды люкс машин макларен астон-мартин как мы видим банды их не растут макларен допустим торгуется по 58 хотя еще вот до к вида это было около сотни да вот то есть этот пессимизм остается да как мы видим банды макларена падают астон-мартин тоже не восстанавливаются даже после стимулирования которое было в в америке и также в британии стараться стимулировать это все говорит о том что очень очень зябкой ситуации не думайте что все очень просто вот так быстро восстановление вот мы видим восстановление продажи домов да вот китае произошло и некоторые думают что также будут основать все другие рынки но не думайте это все дело стимулирования и долгосрочная тенденция может быть достаточно печально для таких заявлений значит государственной банды сша стоят стабильника посмотрим облигации высокодоходные да значит что мы тут видим после заявления паула ситуация как мы видим улучшилась да и сейчас уже банды высокодоходные вот эти папа падшие ангелы многие фонды покупают ну они продают да это очень хорошая стратегия это единственная стратегия которая мне нравится на рынке бандов это покупать падших ангелов то есть те которые мили рейтинг инвестиционно сейчас и не имеют его то есть следовать за фэдом и эта стратегия единственная которая ну сейчас может приносить какую-то стабильность да но если мы возьмем более детализированно то мы видим что рынок далеко до восстановления уровня ковид 19 высокодоходные банды сейчас на 10 процентов где-то ниже еще остаются и быстро восстановление пока ждать я думаю не стоит и нужно только лишь покупать то что покупает фэд значит и последний актив который мы с вами посмотрим это bitcoin на давайте посмотрим еще фундаментально кстати по бандам очень хорошая лента идет и вы тут можете также видеть все плюсы и минусы по бандовому рынку просто бонус нажмите и по россии тоже новостная лента тоже достаточно хорошие по странам где мы также наблюдаем это украина и казахстан то тоже вы все новости может видите но мы перейдем к bitcoin да как мы видим оптимизм такой же сильный как и по золоту и это говорит о том что пока фундаментально криптовалюты никаких проблем не испытывают да что касается графика то мы видим по технике 10 тысяч достаточно сложно психологический уровень но будем внимательно смотреть за за этим уровнем я думаю мы его преодолеем несмотря ни на что пока фундаментально сильная обоснованность по биткоину есть вот такой обзор сколько там на 48 минут ну принципе то множество информации которая хотела вам донести я донес вы уже решайте сами это программа инвестиции факты и мы тут говорим только фактов никакой так сказать желтухи открыт отвечу кратко на некоторые вопросы и мы будем двигаться дальше кстати в пятницу будет скорее всего в два часа дня зум трансляция в которой вы также можете поучаствовать я ссылку потом еще скину и в telegram чат и может быть в эту трансляцию вот и вы там можете услышать профессиональное мнение совместную зум трансляция будет с партнерами швейцарии и вы посмотрите мнение профессионалов на рынок более широкие нежели в программе инвестиции факты поэтому в пятницу вот и жду у вас также регистрируйтесь там правда по ссылке нужно будет зайти немножко сложнее добрый день у ваши прогнозы по акциям джигит реалити транс дам на 1-2 года олег задает вопрос давайте посмотрим значит так можете посмотреть данные по нефти значит да что касается недвижка дату мы знаем что недвижка в китае восстановилась уже по объемам они простимулировали в сша не все так просто мы видим торговой площади которые были заняты ритейлерами сейчас многие могут просто не выйти и закрыться и такая же ситуация в европе ну давайте более посмотрим значит чем занимается эта компания она занимается сдачей в аренду и ну так сказать недвижимостью для айти это достаточно стабильный сегмент который не вызывает сейчас никаких проблем поэтому в общем то я не думаю что там будет большой рост но в пределах там но посмотрим вот годовую доходность за последние пять лет сколько там показывал этот фонд 19 процентов но я думаю такой же точно не будет доходности но в пределах я думаю 4 5 процентов годовая доходность может быть но не 19 19 уже при такой ситуации точно не будет эти компании тоже сейчас очень перри переоцениваем так александр сдает видно слышно окей будет ли сэнтимент по десятилетним бандам 10-летние банды но я рассказывал про десятилетки вот я не знаю что вы хотели еще может быть дополнительно услышать и слушали ли вы по десятилеткам ну если я правильно понял ваш вопрос может в этом уточните я думаю что по десятилеткам я был кстати сторонник это очень хорошая идея была покупать гособлигации при вот ковид 19 и об этом я говорил видео еще в феврале месяце это лучше нежели покупать нефтяные компании вот и мы видим в январе вот с 15 января как мы видели очень сильно быстро было рост облигаций и от падения доходности сейчас я нейтрален к государственным облигациям считают что можно покупать не только американские но и другие поэтому в общем то нейтральная точка зрения к облигациям десятилеткам я думаю что мы приблизительно пока останемся на этом уровне нужно еще ну так сказать все это пережить окей так следующий вопрос дмитрий здравствуйте вы говорили о том что российские нефтяные компании расти не будут так как они сократили объем добычи на 20 процентов плюс нет под давлением но они продолжают расти будет ли откат назад ваше мнение да но дмитрий я по нефтяным компаниям россии также я не считаю то есть понимаете есть компании которые можно купить на краткосрочный рост на я не сторонник таких инвестиций что сейчас растет боинг карнивал групп то есть то что то что сильно упала до нефтяные акции именно из той среды и я не вижу долгосрочного роста по нефтянке потому что сокращение спроса на нефть явно видно добыча явно упадет и соответственно они просто дорогие соответственно российский рынок сейчас стал дорогим будет ли они расти конечно они могут расти вот и об этом я также говорил что с ростом цены и нефти российский рынок будет повторять его вот и давайте еще раз коснемся российского рынка вот 1230 это цель о которой я говорил по российским акциям при сценарии роста на нефть сейчас такой сценарий есть да то есть рост цены на нефть продолжается поэтому 1230 по ртс у это справедливая цена но если посмотреть более глубоко с фундаментальной точки зрения то российские акции нефтянка не имеет потенциал дальнейшего роста почему потому что откуда они будут брать прибыль если они сократили объем добычи на 20 процентов и соответственно цена еще упал на 20 процентов поэтому вот это падение ну и является что касается роста в рублях да там конечно он будет инфляционный рост но сейчас при укреплении рубля также они просто дорогие поэтому ничего тут сверхъестественно нету я думаю что российские акции это не лучшая инвестиция в общем то ну просто я понимаю те люди которые живут в россии они им некуда другую ну некуда вкладывать да вот поэтому они вкладывают российский но посмотрите широк более широко айти компании или фармацевтические компании которых мы тут говорим вот такое view так а что касается отката все будет зависеть от цен на нефть и пока вью по нефти позитивная поэтому как только нефть перестанет расти не российские акции также быстро будут падать как и растут так поэтому все по нефти сейчас пока позитив по нефти поэтому по российским нефтяным компаниям краткосрочный позитив но долгосрочно ничего там хорошего нет так пётр рубль крепок из-за спроса на фазы индекс rgbi на исторических максимумах ну да вложение в в активы рубля фазы вот эти рекордные размещениях о которых я говорил раньше они дают о себе знать поэтому ничего тут сверхъестественного нету действительно вы правы по россии вот эти на счет давайте еще раз покажу по россии вот эти размещения рекордные да сейчас продажи конечно они дают возможность некоторым инвесторам вкладываться в рубли и это тоже дает возможность укрепления рублю вот поэтому ничего тут сверхъестественные происходит ну расширьте свой горизонт не только россию россия это хорошо но не круто сейчас при сокращении объема добычи это не круто даже не вся этот даже бюджет сейчас это страдает и формулы подсчета сейчас меняется ждут очень тяжелые времена для россии так почему наши индексы растут быстрее мировых сегодня почему спи европа остались в боковике мы обновили локальный хаи сам не знаю почему интересно ваше мнение ну максим это я в принципе только что ответил все из-за роста цены на нефть а по нефти рост именно происходит из-за того что нефти сейчас просто меньше а спрос увеличивается то есть ничего тут такое сверхъестественное ну плюс некоторый оптимизм вот офезе дают и третье маленький оптимизм это количество случаев позитивная динамика по ковид то что заканчивается карантин это в принципе всегда вызывает позитивно видите число выздоровших за день в рог превысило число заболевших ну окей все будем заканчивать так почему мои комментарии про ваши кривые прогнозы про рубль ртс нефтянку далее правда глаза колит да нет правда глаза не колит я уже достаточно подробно ответил я не знаю этот что что вы имеете ввиду да что вы имеете ввиду про рубль ртс ну я в принципе уже все сказал повторить могу еще раз для в тех кто переживает о прогнозах во первых смотрите вот для тех кто как как реально можно к рублю относить мы не ведем индекс рубля так как это небольшая валюта может быть будущем будем вести расширяем свои сервисы но в данный момент как вы можете использовать смотрите что происходит по рублю значит по рублю идет укрепление и она связана с ценой нефти на то есть первый индикатор как вы можете использовать сейчас значит как вы можете использовать ситуацию по индексам настроения переходите на вкладку валюты и видите если индекс настроения растет это значит доллар слабее по всем отношениям включая евро то есть евро это основная валюта вот это вот так выглядит да то есть смотрите минус минус 18 был сейчас минус 8 то есть позитив и мы с 18 числа покупаем евро и также рубль как развивающую валюту то есть посмотрите 18 числа где был рубль на вот видите 18 числа он был выше 73 поэтому вот с этого времени если вы смотрите за индексом оптимизма вы могли бы спокойно заходить в рубль это раз второе это же важно значит как вы второй раз можете смотреть использовать по нефти по нефти вообще супер оптимизм он начался раньше и вы учитывая это можете входить были в рубль на оптимизм по нефти с 12 мая как вы видите вот он начал укрепляться и сейчас с минус 4 дошел до минус до плюс 14 можете посмотреть что где был рубль 12 мая на вот рубль был недалеко ну принципе там же 73 тут даже были чуть чуть выше поэтому вот на этом уровне начинается оптимизм по нефти поэтому все нормально когда такое происходит мы пересматриваем уровне уровне пересмотра сейчас происходит и когда какой-то актив достигает определенного уровня то есть оптимизм увеличиваться мы смотрим на следующий соответственно было цель 72 ну краткосрочно 73 да там 72 более длинная и сейчас 69 30 по рублю цель ничего я всех естественно простые факты никакой вот желтухи и так далее поэтому задавайте любые вопросы мы всегда на них ответим пару порт с то же самое рубль нефть все с нефтью связано поэтому если вы хотите торговать использовать наши нашу информацию то смотрите для вас это надо нефть досмотреть вот этот оптимизм пессимизм да соответственно когда индекс по нефти растет количество баллов растет это по акциям тоже позитивно плюс к этому еще можете смотреть доу джонс на там индекс тоже это вообще верняк тогда его там как мы видим с 15 мая после сообщения о вакцине и вот этом позитиве выхода из карантина мы видим вот по акциям также позитив поэтому ртс или в этом не так важно так тоже можно с 12 мая вот мы были еще даже ниже 1100 вот этот оптимизм поэтому ничего сверхестественно смотрите наши индексы подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам не нравится ставьте дизлайки в принципе это тоже хорошо поэтому никакие вопросы ну мы не боимся в общем то факты остаются фактами и поэтому поэтому ждем всех любых вопросов и будем вместе с вами размышлять но очень внимательно если вы хотите по российским акциям по рублю смотрите индекс оптимизма на нашем сайте high system зарегистрируйтесь по нефти это поможет вам иметь явную картину потому что корреляции между рублем и нефтью о которой говорил раньше сейчас очень большая и в общем то остается вот ну а долгосрочные прогнозы это долгосрочные прогнозы мы пока остаемся в пессимизме по россии в долгосроке на несколько лет я думаю что там ничего хорошего не будет но краткосрочно понятно нефть восстанавливается и российские акции восстанавливаются так что хорошего вам дня удачных инвестиций я напоминаю что в пятницу возможно мы встретимся в эфире можете в зуме до регистрироваться там пройти небольшую анкетку наверное и также участвовать вот в этой прямой трансляции с нашими швейцарскими партнерами все если что-то не получится встретимся позже так 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 все вопросы не туда золотом хороший был прогноз совсем недавно ну конечно прогнозы разные кто умный тот покупал и модель это и конечно модерну да я вот видел люди благодарили за это и сказали всю жизнь будем лайки ставить это уже благодарим таких подписчиков вот поэтому вы поймите что чтобы делать прогнозы нужно основываться на фактах мы здесь говорим только о фактах и соответственно мы с удовольствием можем рассмотреть любые факты но только факты окей так хорошо все хорошего дня удачных инвестиций вам ставьте лайки подписывайтесь на канал распространяйте живая дискуссия это всегда хорошо можете участвовать в чате нашим в telegram канале и задавать нам тоже какие-то вопросы вот и соответственно следите за обновлениями скоро у нас будут некоторые изменения и на нашем сайте high system удачи пускай бог хранит вас все на